В начале июня в Коми подведут итог ежегодного конкурса «Ценный кадр» для государственных и муниципальных служащих. Отличие этого года – добавление новой номинации специально для сотрудников из поселков. О том, как служащие справляются с конкурсными заданиями, узнал Иван Беречевский. За пять лет существования конкурса в нем поучаствовало более 150 человек. В этом году участников 49. В первом заочном этапе заявок было больше, однако прошли не все. Чтобы попасть во второй, служащие должны соответствовать определенным критериям. Для каждой категории они разные. Требования к участникам, номинации и перечень конкурсных испытаний постоянно совершенствуются. Ценные кадры на конкурсе выявляются как среди специалистов, так и среди наставников и руководителей. Задумывая этот конкурс пять лет назад, в 2016 году, мы не предполагали, что он станет региональным состязанием профессионального мастерства государственных и муниципальных служащих. Для чего и для кого проводится этот конкурс? Во-первых, для специалистов это возможность показать себя, проявить. Второй – очный. Этап длится больше двух недель. Участники из разных городов и районов собираются в Сыктывкаре, где проходят конкурсные задания, в рамках которых оцениваются знания, деловые качества, способности конкурсантов, их орудиция и кругозор. Конкурсные процедуры включают в себя тестирование на знания законодательства, психологическое и интеллектуальное тестирование, самопрезентацию, кейсовые задания и деловые игры. В них конкурсантам предлагается вместе решать логические задачи, составить команду для выживания в космосе, распределить бюджет и штатные единицы в организации. Конкурсанты проявляют умение слушать, слышать, высказывать свое мнение, решать поставленные задачи, а после дают обратную связь друг к другу. Я простудировала снова федеральные законы, подчеркнула какую-то информацию, которая ушла на задние планы в моей работе и подняла ее, так сказать, по высшим уровнем. Мне понравилось то, что и некоторые моменты, они наоборот помогли в участии в конкурсе, который я подняла для себя. Выступление и самопрезентация, это выступление на публике, еще один опыт, он поможет в борьбе со страхом публичных выступлений. За участниками во время выполнения задания наблюдают психологи. По словам организаторов, им важно не только правильное решение поставленной задачи, но и то, как служащие справляются с трудностями и общаются между собой. По итогам конкурса победители получат денежные премии. Иван Беречевский, Дарья Филатова, Олег Остромин, телеканал Юрген Сыктывкар.